Кряк вовела своих маленьких детей из высохшего болота к заливу реки, и прямо на моих глазах утку схватил ястреб. Хвать! А утята были совсем крошки. Мне казалось, они погибнут без матери. И я собрал их в шляпу и принес домой. Двор у меня окрытый, скота нету, и малышам жилось привольно. Довольно, да. Но они сперва дичились немного, забивались темные углы, но корм ели вполне исправно. Охотно купались в корыте, куда каждый день наливалась свежая им вода. Одного малыша поцарапал соседский кот. Вывернул ему лапку. Ух, какой! Котяра! Но утенок выжил, но остался хромоножкой. И пока я лечил его, делал перевязки и припарки, он сильно привязался ко мне. Стал более ручным, чем другие утята. Эффект утенка, помните? Во-во! И вот так вот они подрастали и становились настоящими прожорами. Ели кашу, рубленную картошку, салат, рыбу, лягушек своих родненьких, редиску, червячков и улиток. Только давай, подавай им, да. Обжоры, не нажоры. А в доме у меня завелся еще один питомец. Лисенок. Лисы с птицей дружбу они не водят? Нет. И как быть с утятами? Вот тебе вопрос, получается, со звездочкой. Как? Что мне делать? И я, недолго думая, подарил малышей колхозной птицеферме. Там были утята одного возраста с моими. Тот же детский сад. И мне казалось, дикари найдут в одной из домашних уток, найдут себе добрую мамашу. Вольются в какой-нибудь выводок. Опять же, эффект уточки. И тут начались непонятные дела. Мои крошки проводили день на птицеферме. Плавали на колхозном прутке. А вечером? Вечером ковыляли ко мне на мой двор, видите ли. Домой и шли. До дома. Впереди всегда шагала хромоножка. Всегда. Все за ней. По переду идет. Подойдут к воротам. И забаву себе шипят. Тю-тю-тю-тю-тю. Тю-тю. Отбирай, хозяин. Тю-тю-тю. Ночевать пришли. Все. Предатели. И что ты тут будешь делать? И я устраивал их на ночлег. А утром снова нес на птицеферму. Птичница Мария Даниловна однажды сказала мне. Ой, ну и морока с твоими дикарями. Я к ним с лаской. А они нос на бок. А? И все норовят попрятаться еще. В воду нырнут. В крапиву забьются. Тем и занимаюсь, что только вот их разыскиваю. Они ведь в книге записаны. Пропадут. А я за них отвечаю, значит. Да? Так что забирай, пожалуйста. Забирай себе. Или выкинь на болото. В родное. Туда. И мы спорили. Спорили с Даниловной. Упромая женщина твердо стояла на своем. И я сдался. Утята окончательно поселились на моем дворе. Вернулись. К счастью, лисенок их не трогал. Пока. В конце июля питомцы подросли. И стали пробовать крылья. Летали по двору, над садом. Уносились на колхозный прудок. Но к вечеру аккуратненько возвращались домой. До своего. Дома. Они уже не шипели. Не. А крякали, как взрослые утки. Да. Кряковы. Я выходил на крыльцо с кормом. Кричал им. Ути-пути-пути. А. И весь выводок проворно бежал ко мне. Возился у корыта. И хватал пищу. Кряковы вели себя почти как домашние. Я брал их на руки. Сажал к себе на плечо. Но я обольщался напрасно. Все-таки они улетели. Даже хромоножка и та не осталась на дворе. Ту осень я не мог стрелять уток на озерах. Все. Как отрезало. Вот скинешь ружье. И вдруг тебе подумается, что вот это они. Мои питомцы. И все. Руки немеют. А в конце октября подморозило. Повалил снег и подул холодный ветер. Я колол на дворе сосновые чурки. Сквозь шум ветра засвистели читок крылья. И раздалось это. Кря-кря. От неживности я уронил топор. От неожиданности. На двор плавно опустились восемь крякуш. Это были мои. В полном составе. До дома. И даже вон, милая хромоножка, даже она ковыляла среди выводка. Приклы и гали. Ну что, здравствуйте, мои ути-пути. Здравствуйте. Давно не виделись. Говорил я, приветствую гостей. Рад вас видеть, желанные. Кря-кря-кря-кря. Кря-кря. Хором отозвались они. Непогода застигла, мол. Не откажи в ночлеге. Хозяин. Кря-кря. Закряхкали. И я задал им корму. И они по старой привычке с аппетитом поужинали из своего корыта. Хм. Прямо удивительно это было. Как будто бы с прогулки вернулись, а? Как ничего и не бывало-то. Смело бродят по двору. Цапают песок. По-хозяйски шипят на лисенка-рыжика, когда он пытается с ними поиграть. Всю ночь птицы разговаривали. Может, обсуждали, как быть? Быть или не быть дальше? Как им быть? Зимовать на дворе или лететь на юг? А? Куда зовет родовой инстинкт их? А утром потеплело. Ветер затих. Мягко грело осеннее солнце. Я накормил гостей и открыл ворота. Утки подошли к подворотне. И задумались. И они долго, долго еще думали. А потом, потом начался разговор. Обсуждение. Волнуясь, что-то крякала Хромоножка. Она очень взволновалась. А ей возражали братья и сестры. Кря-кря. И мне думается, что Хромоножка, она предлагала остаться. Но другие не соглашались. Не. Не голосовали. Голосовали против. И я стал возле уток. Хромоножка подошла ко мне. Долбанула клювом мой сапог. И внушительно сказала. Кря-кря. Что ж, хозяин, молчишь, а? Объясни им всем, что незачем отсюда лететь. Тут тепленько. Все есть. Имеется. Может, хоть они тебя послушаются, а? Кря-кря. И только я раскрыл рот, чтобы уговорить уток, они словно подстегнутые, они ринулись в воздух. Последней взлетела Хромоножка. А куда ей деваться-то, а? Кря-кря. Прощавай, хозяин. Кря-кря. Ну, счастливого пути, милые, сказал я. Будьте осторожны там. Хоть прилетайте следующей, будущей весною. А? ЛЕБЕДИ А сибирская весна, она отличается капризами. Накануне было теплым тепло. А ночью хватил мороз. Большое озеро Чаны покрылось голубым ледком. И утром я занял свое место в шалаше на одном из островов озера. Зашло солнце. Молодой ледок искрился, весело сверкал. А на душе было тоскливо. Такая невыносимая для охотника тишина. Вчера шел табун за табуном. Одни птицы садились на денек другой отдохнуть и покормиться, чтобы потом лететь к самым дальним северным широтам. А другие облюбовывали тут места, облюбовывали для гнездовья. Кого тут только не было. И все это возбужденное племя, племя крылатых и южан, оно шумело, гудело, кахакало, крякало на сотни ладов. Воздух гудел от свиста крыльев и птичьих голосов здесь. А вот теперь, напуганные заморозком, гости опять повернули на юг. Даже ястребы. Их-то всегда было множество. Не маячили в пустом небе. А у птиц свой барометр, не менее, пожалуй, точный, чем у нас. Ну и стрелять было некого. Я собирался покинуть скрадок и заняться подлёдным ловом рыбы. Где-то в стороне раздалось лебединое клукли-кли. Кли-кли! Закликало. И я повернул голову. Шёл огромный табун. Как белые облачка, а птицы плыли над маслянистой с жёлтой полосой камыша. Я был до крайности удивлён. Все покинули замёрзшее озеро, а лебеди остались. Вот чудаки, а! На что же они надеются? Улетать надо. И поскорее, а? А птицы опустились невдалеке от скрадка. Они ходили по льду, перекликались. Может, разговаривали о том, насколько прочен весенний лёд сейчас? Надолго ли завернули эти майские холода, и что им, лебедям, теперь делать, если негде добывать корм и плавать? И вдруг старый лебедь-самец, он приподнялся, будто для взлёта, и ударил грудью в зеркальную гладь. Сознательный, сильный удар. Лёд чуть-чуть прогнулся, но выдержал. И птица ударила ещё и ещё. С упорной настойчивостью она била в дно, в одно и то же место била. Другие птицы стояли и смотрели, как лебедь-молотобой испытывался сокрушить ледовую броню. А вы чё стоите, а? И, наконец, лёд хрустнул. Взметнулись над солнцем янтарные брызги. Образовалась крохотная полынья. Лебедь бил по кромке, и полынья понемногу расширялась. И вот смотрю, стала помогать одна птица. А вот и другая. И скоро уже весь табун, сотня голов, начал дружно ломать лёд. Закрошили. Птицы трудились самозабвенно и весело. Они не покорялись природе. Они хотели подчинить её себе. И до чего же это было хорошо, а? Раньше я считал лебедя изнеженной, прям декоративной птицей. Ну, а теперь... Теперь я изменил о лебедях своё мнение. В полынье-то то и дело раздавался чей-то гортанный, ободряющий крик. Клу-кли-кли, кли-кли-кли. Вероятно, это означало... Давай, братцы, давай. Поднажимай, значит. Наша берёт. Полынья достигла размеров небольшого озерца уже. И словно по команде лебеди кончили работу. А неважно плавали меж кусков битого льда и окунали головы в синюю чанскую воду. Клу-кли-кли, гудели сотни голосов. И такая радость была в этих кликах. У них получилось. Вот что бригадир сделал. Самый главный-то, а? Пример заразительный. Сорок метров отделяло меня от лебедей. Оба ствола моего садочного ружья были заряжены крупной дробью. Дуплет произвёл бы изрядное опустошение в этом табуне. Но куда там? У кого поднимется рука? А? Чтобы не вспугнуть счастливых птиц, я осторожно вылез из кротка, повесил ружьё на ремень и зашагал к становью. Векташе было пусто, а мне казалось, что я уношу самую богатую добычу за всю мою охотничью жизнь. Рыжик Пастух Емеля принёс пойманного им лисёнка. Мы договорились о цене. Изверёныш из суммы пастуха перебрался в мою избушку. Всё? Куплено. За две недели перед этим у меня щенилась легавая собака, собака Зента. Из шести щенков четыре подохло. Молока у роженицы было достаточно, и я подсадил к ней лисёнка. Приёмыш сразу потянулся к соскам. М? Инстинкты. Зента обнюхала его, зарычала. Но я погладил собаку, приласкал, и она немного успокоилась, и таки допустила Рыжика пососать, но хотя бы потрогать. И он сладко зачмокал, засопел от удовольствия, и, наевшись, заснул у тёплого брюха Зенты рядом с её сыновьями. Всё шло хорошо. Лисёнок рос, носился по избушке, играл с молочными братьями. Зента облизывала Рыжика с такой же заботливостью, как и родных сыновей. Даже не различала. Через два месяца я подарил щенков друзьям. Всю свою материнскую любовь Зента перенесла на приёмыша. А куда ещё? Её заботы о нём были очень трогательны. Рыжик свободно ходил по саду, выбегал на улицу греться на солнышке. Деревенские шарики и барбоски пытались было погонять лисёнка. Ага. Зента быстро отучила их обижать её приёмного сына. Моё. А этот лисёнок был до крайности смекалистый. Дрессировать его одно наслаждение. Осенью Рыжик как-то задавил цыплёнка. Я подвёл его к этому цыплёнку и погрозил ему плёткой. Сказал «Нельзя». «Не можно». И Рыжик понял слово «Нельзя». «Раньше, чем понимают его щенки в таком возрасте». «М? Лиса шмышлёная». И немного спустя он опять вздумал пошалить. Забрался на колхозную птицеферму, задушил курицу и принёс её домой. «М? Спасибо». «Так куда же этот, а? Это же уже разбой». И тут я задумался. «И как теперь быть? Держать лисовина в клетке на привязи, что ли, а?» И ко мне пришла заведующая птицефермой Анна Михайловна. «Добрая женщина была в гневе». Рыжик смотрел на неё и на меня виноватыми испуганными глазами. «Ну, что с тобой делать, ахальник ты?» строго вопрошала Анна Михайловна, размахив её под носом мёртвой курицей. «А та прям таки мантылялась». «М? Станешь по одной в день таскать, то за год что от фирмы останется, а?» И помолчав, она добавила. «Посажу-ка я его к петухам, Прошке и Антошке. Они злые-призлые, они ему живо глаза повыклёвывают». «Придётся, видать, к петухам», сказал я. А Рыжик махал хвостом, мол, «Простите, больше не буду». «Не». «Да». И я уплатил за курицу и, проводив Анну Михайловну, я решил, еще раз повторится такая история, я приму уже крутые меры. Но мер не потребовалось, потому что с того дня навсегда кончились шалости Рыжика с домашними колхозными курами. Навсегда. «Понимает, значит, понимает». Мне пришла мысль приспособить лисенка для охоты. «Ага, удастся опыт, думал я, получу собаку исключительную. Ну, а не удастся, беда невелика. Попробуем. Но вот чем я рискую? И вот в июле я стал натаскивать Рыжика по перепелам и серым куропаткам. Лисенок работал просто превосходно. Хм, какая потяжка, а! Причуя в дичь, он не бежал прыжками, как молодые собаки, и даже не шел, а он почти полз по траве. М? Какая прытность, какой нос у него? Далеко, чуя. И он не ковырялся в набродах, чтобы распутать следы. Великолепнейшее верхнее чутье вело его прямо к затаившейся птице. Стойку он делал на коротке, прыгал на птицу без команды. Я удлинил стойку и приучил его поднимать дичь по команде вперед. Одного только не удавалось добиться от способного ученика. После взлета рыжик несся за птицей. Он долго-долго ее гонял. А это собакам не положено. Впрочем, я не терял надежды, что удастся отучить лисенка от гоньбы. И вот открылась охота по перу. Охота! Мы пошли на озеро. Я ударил по табуну высоко летящих черков. И утка упала в воду. Из зента поплыла за птицей, как обычно. А рыжик беспокойно метался на берегу и только повизгивал. Несколько раз он пытался войти в воду, но, замочив передние лапки, он поворачивал обратно. Не! И когда была убита третья утка, тут я придержал зенту и послал рыжика. Неохотно, правда, но он прыгнул в озеро и поплыл и подал мне добычу. И в награду я дал ему кусочек мяса, приготовленный заранее, чтобы поощрить хорошую работу. и после этого дело пошло на лад. После выстрела рыжики зента наперегонки плыли за птицей и дружно возвращались. Кто первый? А? А я глядел на них и радовался. Получается, значит. Иные наши охотники имеют очень дурную привычку выходить на утиную охоту с гончей собакой. Это мне ужасно мешало. Гончаки приметят рыжика и сразу же завопят. Зальются как оглашенные. Лисица на заливе. Тяв-тяв. Ай-яй-яй. Какое безобразие. Ай-яй-яй-яй-яй. Хватай, братцы-сестрицы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Затявкают. И я дую в свисток. Зента схватятся с одним дурнем. А два-три скачут к рыжику. Что ты будешь делать, а? А с гончими шутки плохи. Они ж гончие. Он как гоняет. И рыжик летит ко мне на всех парах. Прядает ушками. И маш с хвостом. Все, спасай, хозяин. Я посажу его в заплечный рюкзак. Все, сиди там. Не дрыгайся. Я отбиваюсь от этих гончих прикладом. А как? По-другому никак. А рыжик сидит в мешке на троне, как в той крепости, а? Высунет морду в дырочку и посмеивается над этими злыми собаками. А? Чудаки лопоухие. Разве хозяин даст меня во виду, а? Не. И отбив нападение, мы снова принимаемся за свое дело. Однажды на утиной охоте случилось маленькое происшествие, и о нем стоит рассказать. Раненая утка шила хвость, упала очень далеко, почти на середине большого озера, где возвышался крохотный островок. И я послал рыжика. Он подплыл к утке, где взял ее в зубы, выбрался на островок и принялся завтракать. А он все спокойно уплетал сбитую мной утку. Намынал прямо. Это ж сущее мародерство, а? Не уважение к хозяину, а? А главное, чревато последствиями. Ведь лихо беда. начало. М? Ты чреватый. Если рыжик пристрастится лопать добычу, то шо из него выйдет, а? Ты чреватый. Чавкает сидит. Возмущало меня еще и то, что Лисовин не был голодный. Ведь нет. Утром я накормил его, и Зенту тоже до отвала всех. Так чего же ради он польстился на шелохвостую утку, а? Вкусненько? Я свистел, вызывая Рыжика на берег. Он слышал позывные, но продолжал грызть свою утку. И я послал за ним Зенту. Она подплыла к островку, отняла у Лисовина остатки птицы и прыгнула в воду. И Рыжик поплыл за ней. М? Мстя моя страшна, а? Да. И на берегу я долго распекал Рыжика за такое-то мародерство. Он виновата помахивал пушистым хвостом, просил прощения и лизал мне руки. Больше никогда. И всем своим поведением он говорил. И сам не понимаю, как это так получилось, а? Хозяин. А? Я больше не буду. Не. Хм. Эх ты, лиса лисовина, чреватая ты, а? Но я простил его. И это действительно не повторилось. Рыжик постепенно, постепенно, но осваивал технику утиной охоты. Становился таким же дельным помощником, как и зента. Первые успехи просто вскружили мне голову. Мысля моя вознеслась высоко, о-о-о-о-ой, высоко, высоко, далеко. Я уже прям предвидел тот день, когда приглашу специалистов-собаководов и покажу им работу Рыжика. Ага, ах, спецы, смотрите, новая порода охотничьей собаки. Ага, а будете? Прошу любить и жаловать. А? Ага, мой выход. Но надо было испытать Рыжика на боровой дичи. Боровая дичь. И я начал суток, потому что там вся работа Лисовина была прямо на виду. В лесу же труднее следить за поиском, следить за ним, за поиском и за стойкой. Теперь, казалось мне, совершенно безопасно пустить Лисовина, по Тетеревам даже. Ага. И мы отправились в лес. Сперва Рыжик бегал рядом с Зентой, а затем куда-то исчез. Я давал позывные. Лисовин никак не шел на свисток. Ну, где ты запропастился? Зента. Рыжик пропал. Ищи. Ищи Рыжика. Собака очень хорошо знала эту команду. Так мы часто играли на усадьбе с ней. Лисенок прятался в копнах соломы или в бурине. И Зента отыскивала его. Ищи. Минут через десять послышался Лай Зенты. И я зашагал на голос. Собака, стоя у входа в жилую лисью нору, отрывисто и сердито тявкала. Дом родной нашел, значит, а? Временами Лай переходил в растерянный виз даже. Сумя спятил, дурашка, корила она приемыша. Ну, выходи, выходи скорее, а? Да. И мне все стало ясно. Зов предков, да, увлек Рыжика в подземное логово. Его нора. Он слышал голос матери. И не отзывался теперь. Ему было хорошо, хорошо и уютно в норе. Значит, то древнее, что проснулось в нем, оно было сильнее привязанности к собаке-воспитательнице и даже к человеку-хозяину. Выше этого всего. Я на всякий случай дунул свисток. Все равно дунул. Но лисовин не выходил. А со мною как раз не было ни топора, ни лопаты, чтобы откопать предательскую нору эту. Да и какой смысл копать? Вот разве ты поправишь непоправимое? И я отозвал собаку и двинулся к дому. Зен-то дважды поворачивала назад. Она жалобно тявкала там, где остался ее непутевый сыночек. И как же ей не хотелось сейчас возвращаться без него в деревню. Ну, была. Была еще эта маленькая, но надежда, что Рыжик опомнится и, проголодавшись, вернется на второй или третий день. Дорогу ведь знает. Но Рыжик не вернулся. Нет. А мы с Зен-то и по-прежнему охотимся в том лесу. Иногда я даю резкие позывные и останавливаюсь. И мне думается, что лисовин выбежит из кустов и радостно прыгнет мне на грудь. Как всегда, обычно. А Зен-то стоит рядом и ждет. Ожидает. А в добрых ее глазах напряжение и боль. Рыжик зову я. Рыжик. Но никто не отзывается. Тишина. Неудачники. Это было в дни осеннего перелета. Задолго до рассвета я вышел к заливу, где всегда садились на жировку пролетные утки. Жировали там. Но обычно тут стрелять приходилось по сидячим. Залив клином вдавался в мелкий ельник. Скрадывать птиц было очень удобно. Ну, а теперь же картина полностью изменилась. Осень была сухая. Вода сошла. Кромка залива оказалась далеко от леса. И тут я, знаете ли, призадумался. Когда посветлело, я увидел множество птиц. Вся поверхность воды была покрыта черными движущимися точками. На отмели копошились кряквы, черки, широконоски, гоголи, нырки, свизи и серухи. Вон сколько сидят. И я смотрел на этот птичий базар и не знал, как мне быть. Что мне делать? Чтобы приблизиться к уткам на выстрел, надо было вылезть из ельника на заболоченную луговину. Чувак-чувак. А которая совершенно еще открытая при этом, где земля чавкает под сапогами. И я знал, что осенняя утка, она очень осторожная. Она далеко видит, далеко сидит и слышит человека. Ну, я уже мало-помалу примирился с мыслью, что на этот раз из охоты ни черта не выйдет. И я уже хотел было повернуть к дому. Но тут мое внимание привлекла лиса. Она вышла из того же ельника, в котором я стоял. И ползком передвигалась по мочежине к отмели, где у самого берега кишмяки шили жирные осенние утки. А лиса знает, куда идет. Птицы беззаботно кормились себе, окунали головки в воду и время от времени разговаривали о чем-то на своем птичьем языке. Базарили. Подберись к ним лиса на расстояние прыжка, она могла бы недурно позавтракать в это тихое осеннее утречко. Хм, и не чавка это, мне бы так. И я смотрел на лису, в полевой бинокль, и она была передо мной как на ладони прям. До чего же она ловко ползла, а? Лисая. Острая мордочка плотно прижималась к земле. Подогнутые и чуть откинутые в сторону лапы работали совершенно незаметно. Пышный светло-серый хвост. Лисья краса и гордость. Ох, пушистый. Теперь ненужный был. Он был вытянут и волочился по лужам. По лужам. По ржавой мокрой траве. Чтоб не видно было. Теперь уже ненужный. Не. Чем ближе лиса подползла к черте, с которой можно сделать бросок на добычу, тем изящнее и осторожнее становились ее движения. Она подолгу замирала. Вжималась в липкую холодную грязь. Потом ее рыжая голова с прижатыми ушами чуть-чуть продвигалась вперед. И она опять останавливалась. И вот так вот, ступеньками, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по трошечки. Но пробиралась же ж собака. И я ждал развязки. Я волновался. И, признаюсь честно, я немного даже завидовал этой лисе. Вон. Она вон охотится, а? Ей можно. А я не могу. Не можно мне. Значит. Что-то таки. Она-то свое-то возьмет. А я? А я уйду. С пустым екташом-то, а? Это ее дом. И ее обитель. Да. Но все-таки птицы заметили ее. М-м-м. Зашуршали. Она была в двух метрах. И когда стала собирать мускулы для прыжка, утки без крика и шума, словно выполняя чью-то шепотом произнесенную команду, они сразу же шмык и отплыли от берега. И лиса все поняла. Она поняла. Она встала, презрительно фыркнула им, высказалась, отряхнулась от мокрити, вильнула своим грязным хвостом, не понадобилась, и поплелась к ельнику, откуда начался ее трудный бесплодный скрад. И я посмеялся над лисой. Кто последним смеется? И закурил трубочку. И стало как-то легче на душе, знаете ли. Если мне сегодня не везет, то и у лисы и вон ни хера не вышло. Ну вот и ладно. Пусть здравствуют и размножаются утки. Не хай, значит. И я сидел, покуривал и ждал, не будет ли еще чего-нибудь занятного здесь, на заливе, в этом театере. И над лесом показалось оранжевое осеннее солнце. Лучи мягко позолотили воду и заметно потеплело, знаете ли. И утки снова приблизились к берегу. И лиса, отдохнув, передохнула, она опять поползла к ним. И я насторожился. На что она надеется, а? Лучики света ей помогут, что ли? Не видно, что ли, а? И вдруг ей теперь удастся, а вдруг? И она вот посмеется уже надо мной, а? Я же говорю, кто смеется последний, а? Лиса, ха-ха. Слышали, как она смеется? И мне так горько стало от этой мысли, что я едва подавил желание попугать лесу выстрелом. Едва придавил. Однако напрасны были мои страхи. Второй тур лиса закончила с тем же результатом, что и первый. О, дубль два. Охота разожгла ее. Шесть раз, повторила она ползок, из ельника к заливу. Шесть раз. И, наконец, поняв тщету изнуряющих усилий, она встала на берегу во весь рост и начала брехать. Все. Выговорилась. А голос у нее тонкий. О, хи-хи-хи-ха-ха. Визгливый, как у щеночка. Срывается порой даже на хрип. Слышали? Лает лиса и не мастерица. До собаки ей ой, как далеко. Но брехала же она злобно и мрачно. А на кого брехала? На уток? Кри-кри-кря-кря. Которые не хотели стать ее добычей. Да? Думаете? Может, на горькую лисью судьбу? Судьбинушку? Что дарила ее таким пушистым хвостом, который сейчас ей не нужный совсем, не выгодный. Оттого и замочила. Ха? Ну, этого мы не знаем. Не. Но было очень смешно смотреть на лающую лису. Ха-ха-ха. Что? Выбрыхалась? Выговорилась? Хи-хи-ха-ха, значит. Следующий раз повезет, когда никто наблюдать не будет. Ха! Оно ж всегда так. Когда кто-то наблюдает, ни черта тебе не получается. Ну, вот ведь какой умный зверь, а! Ведь так? А попал тоже в просак. И он как? Ха! Обиделся! Субтитры создавал DimaTorzok Восемнадцать ого выходит у нас новая серия «Каждый божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале, снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. Каждый божий день в восемнадцать ого. Не пропустите. А на сегодня шо? А на сегодня все. Покедова. Споки-ноки. Чпоки. Ага. Субтитры создавал DimaTorzok